Мы ее так приклеим, и потом мы ее вот так отодрали. Клеить надо так, чтобы можно было отодрать. Разумеется, речь идет о фирменных стикерах СтопХам. В этих простых словах руководство к действию для пермских активистов федерального движения против хамства на дорогах. Кстати, в данном случае стражи порядка ни в чем не виноваты. Это сделано просто для примера. А вот дальше шутки кончились. Тук-тук, СтопХам. Первыми по наклейке получили автомобили, припаркованные на перекрестке Ленина и Сибирской. Потом активисты в сопровождении журналистов и полиции направили свои стопы дальше по маршруту, заранее согласованному с властями. На истошные вопли сигнализации водители не реагировали, предпочитая не связываться. Около библиотеки имени Горького акция была завершена. Закончились 22 заготовленные организаторами наклейки. Владелец каждого обозначенного таким образом автомобиля получил еще и информационный буклет с картой парковок в центре города. И изготовили вот такую карту, где у нас, собственно, есть дислокации мест и количество. То есть вот в прошлый раз, когда нам задавали вопросы, почему вы клеите, а не говорите нам, где парковаться, в этот раз мы подготовились и сказали, где парковаться. В число отмеченных попал даже инкассаторский автомобиль, припаркованный на тротуаре Уцума. Не избежал этой участи и чей-то мотоцикл. Водители проявляли исключительную сознательность и не спорили с активистами. У движения в Перми должно быть будущее, считает организатор акции, блогер и профессор политеха Михаил Якимов. Я надеюсь, что в будущем, может быть, люди помоложе, чем я, будут приходить, забирать у нас эти наклейки, делать это правильно, то есть оповещать органы внутренних дел, администрацию города, устанавливать свои маршруты, ну и проводить вот такие акции. Я на это надеюсь, что это будет регулярно. Наше дело показать, как это нужно делать правильно. В различных городах проблему избыточного количества транспорта в центре решают по-разному. В Европе это делается за счет отличного качества общественного транспорта. Из-за этого в центре практически нет личных автомобилей. А в России приходится прибегать к общественной активности, как и происходит в нашем случае. Иван Субботин, Степан Капеляев, Телевизионная служба новостей.